Аллилуйя! Слава Богу! Здравствуйте всем! Здравствуйте! Я надеюсь, что у всех все хорошо, у всех все нормально. За эту неделю не произошло никаких недоразумений. Найдите себе место. Сегодня у вас знаменитый день. Четыре года назад началось служение, к которому поначалу, честно сказать, я даже относился скептически. Я даже год относился скептически. Думал, что это за группа, группа людей по телефону, что-то там себе созвали, ну, какие-то лентяи. Не хотят приходить куда-то на какое-то одно место, чтобы там встретиться, там, глаза в глаза. Но спустя четыре года, слыша отзывы, мое мнение поменялось. Почему? Потому что я вижу, что люди имеют еще одну возможность для того, чтобы услышать Божье Слово, услышать ободрение, услышать вдохновение, услышать поддержку, услышать мудрость какую-то от Бога и от человека, у которого есть опыт. И благодаря этой группе ряд людей имеют возможность для того, чтобы поменяться и для того, чтобы как-то вдохновиться. И сегодня это четыре года. Четыре года это не так много, но это ужасово. Это уже результат верности, результат посвящения, результат отдачи, результат человека, который действительно хочет и видит в этом перспективе. И я хочу пригласить Ларису для того, чтобы поздравить ее. Потому что это человек, который начал это движение по телефону. Можно так сказать движение по телефону? Черезно. Да. И она сейчас будет вести эту часть времени, а я буду пока ей помогать. в том числе. В смысле? В смысле? ВЕСЕЛО РОМ АЦЕСКОВ Конечно, пастор сказал действительно, что это и не мало, и не много. Я немножко, как начну, я вот думала, как начать, кто больше, как бы, вас зайти в сферу. И, как всегда, все рассказывают свою историю, с чего мы начинали. Вот, честно вам скажу, когда у меня появилось желание начать это служение по телефону, у нас было где-то, ну, всего, может, три человека выходило, иногда четыре человека выходило. Вот здесь сидит Беллочка, это нас, самых истоков нашей группы. Вот она здесь присутствует сегодня, наш гость. И что хочу сказать, вы знаете, первое время занятий я не могла открыть рот о Боге. Потому что были люди, которые вообще не слышали о Боге и не знали. Поэтому, ну, первое мое занятие, мне нужно было как-то так, знаете, очень, как сказать, нежно касаться. И по возможности, по своих темах, пока не говорить о Слово Бога. Но прошло немножко времени, и постепенно, постепенно эти люди начали понимать значение именно библейских истин. И потом подключились уже другие штаты к нам. К нам подключился Вермонт. Вы видите фотографии. Здесь, конечно, не все люди, но тут есть и Вермонт, которые являются очень активными. И сейчас вот Софийка, она, как бы, вот она сзади, вы ее видите. Привет, Софийечка. Вот. Она художница, и всегда, в случае чего, она меня заменяет. То есть она выросла. Выросла до того, что она теперь сама может уже вести какие-то занятия. И я очень рада этому, потому что есть последователи. Есть те, кто, как бы, поднял этот факел и спокойно может его нести. И я очень благодарна Богу, что Он посылает таких людей. Потому что это Его служение. Это не то, что я захотела, это мое Ларисына служение. Нет, это Бога служение. И Он приводит тех людей, которые действительно должны быть. Которые должны прийти. Которые должны услышать Слово. Которые должны расти. Потому что это очень важно для каждого из нас, расти. Не стоять на одном месте. И вот наши занятия, они, как бы, воспитали уже многих из людей, которые начали с первых шагов. И они теперь возросли. Возросли. И вот сегодня будут свидетельствовать сами. Я много говорить не буду. Просто скажу два слова. Поможет Софика. Потом добавит еще что-то сама. Но когда мы с ней встретились. Она иногда мне на первые выходила занятия. У нее было очень много вопросов. Она просто меня добивала. Почему так? А почему вот так? А почему вот так? И мне приходилось сидеть, искать по Библии. Как ей ответить правильно. Как ответить тактично. Как ответить понятливо. И я ей очень благодарна. Потому что она меня подстегивала к тому, чтобы я глубже вникала. Как ответить человеку на данный вопрос. И я очень рада, что такие люди попались. Вот Белла то же самое. Она иногда мне звонит и по полчаса на меня спрашивает. А почему вот так? А вы сказали вот так. А почему вот так? А в Библии вот так говорится. А как это можно по-другому понять? Понимаете, это прекрасно. Это замечательно, когда есть такие люди. Потому что они дают вам возможность подняться, укрепиться и стать мудрее. И я очень благодарна этому служению. Потому что... О, я вас вижу. Ура! Это служение... Это служение... Понимаете, как оно в первую очередь поднимало меня. Оно мне давало энергии и силы для того, чтобы идти вперед. Для того, чтобы продвигаться. Для того, чтобы... Ну как... Углубляться в Слово Божье. И как его донести за эти 30 минут. Суть выбрать и донести до людей. Так, чтобы они могли понять смысл того или другого местописания. Я не хочу хвалиться, это Бог дает, поверьте. Аминь. Но только тогда, когда мы этого хотим. Когда мы стремимся к этому. Тогда и приходит понимание. Я просто так бегленько хочу вам сказать немножко, какие темы. За эти годы, вы знаете, за 4 года мы тем переворошили. Чему? И на все вопросы жизненные. Затронулись. С каждой стороны. У нас было и по 12 занятий. И по 10 занятий. И по 8 занятий. На разные темы. Те, кто уже выходил, те знают. Я просто бегленько так скажу, чтобы вы хотя бы имели представление. О чем же мы разговаривали на наших занятиях. Так как пастор говорит, что вначале не мог понять, а что же мы там делаем. Так вот, смотрите. Какая разница между мужчиной и женщиной. Супружество глазами Бога. Райский климат в семье. Пять языков любви. Многогранность любви. Ваши отношения с самой, с собой. Это шикарная была тема. Мы так эту тему глубоко коснулись, что очень многие потом задумались над этим. Ваши отношения с самой, с собой. Потом в каждой из нас живет любовь. То, что мы это, ну как бы, не осмысливаем до конца. Но это правда. На ваше исцеление есть воля Бога. Мы и наше здоровье. Мы учились, как же считать Библию. Как ее понимать. Как грех пришел в нашу жизнь. Пасха. Ее значение для каждого из нас. Значение крови Иисуса Христа для каждого из нас. Рождение Иисуса Христа. И миссия Его для каждого из нас. У нас тоже были такие дискуссии на эти темы. Просто дискуссии. Мы дискутируем очень-очень серьезно. Почему проблемы и как избавиться от них. Гневаясь, не согрешайте. Прощение требует мужества и открывает новые возможности. Еще раз думайте. Прощение требует мужества. Потому что действительно, простить человека бывает очень сложно. Для этого нужна работа над собой. И что же она делает? Она уже открывает тогда нам новые возможности. Обида. Это реакция на несовершенство. И что же нам нужно делать? Как реагировать на несправедливость? Конфликты, причины, последствия и как избежать их? Это я только так коротенько вам перечислила, знаете, первые наши темы. Но все эти, у нас много было тем. Но они, как сказать, мы углублялись в них. Очень глубоко. Мы разжевывали эти темы от и до. Конкретный шаг. При каких ситуациях, что мы должны делать? Вот это были наши конкретные темы и конкретные действия, которые мы должны совершать. Потому что мы, в общем, знаем, но практически, как решить ту или другую задачу или проблему, мы не знаем. Или не хотим знать. И сейчас я просто немножко как... Может быть, это будет для вас непонятно, почему я сейчас коснусь вот этих местописаний. Потому что потом вы поймете, почему я это говорю. Значит, что же нам говорит Слово Божье? В первую очередь, почему это Слово важно? И смотрите, 2 Тимофея, просто я очень вас прошу, вы внимательно, просто внимательно, вот вдумайтесь в смысл этих местописаний. Это серьезные местописания, которые будут перевернуть что-то в вашем понимании. 2 Тимофея 3,16. Все писания богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Не прекрасные ли слова? Любое местописание, которое вы слышите здесь, когда пастор каждое воскресенье проповедует, он дает нам местописание. Вы знаете, я другой раз вот смотрю, честно вам скажу, не обижайтесь на меня, но мне обидно. То, что пастор здесь выкладывается, а люди не записывают. Сидят, послушали и ушли. Вы не понимаете, что вы потеряли что-то, потому что придет эта проблема в вашу жизнь или ситуация, а вы не знаете, что делать. Почему? Потому что вы не записали. Вы не пользуетесь этими местописаниями, которые помогут вам в жизни. Поэтому думайте, запишите себе это местописание. Я еще раз повторю. 2 Тимофея 3, 16. Сколько много действий в нашей жизни оказывает вот это местописание? Что делает для нас вот эта книга жизни? Видите, какая она у пастора толстенькая? Вот это наша энциклопедия жизни. Что же она творит с нами в нашей жизни и в жизни наших детей? Вы не забывайте. А это важно, чтобы вы поняли это. Теперь, преуспевание. Чтобы мы преуспевали везде и во всем. Луки 11, 9, 10. И скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий, просящий, получает, и ищущий, находит, и стучащему отворят. Почему я взяла это местописание? Понимаете, мы иногда загораемся. Иногда нам что-то вот нравится, мы загораемся, и мы начинаем как бы принимать это. Мы такие довольны, и мы радостны. Но проходит время, и мы начинаем как бы успокаиваться. А Бог говорит, стучи дальше. У тебя есть возможность избавиться. Стучи, не останавливайся. Иди дальше. И тогда дверь откроется в любой ситуации, какая у тебя в жизни есть. Иди, не останавливайся. И Он говорит, если ты будешь искать пути, как же решить эту проблему или эту ситуацию, то у тебя все получится. Вот смысл этого местописания. И вот мы на своих занятиях стараемся вот каждую тему повернуть так, чтобы люди знали, как стучаться правильно, как иметь долготерпение, чтобы что-то произошло в вашей жизни. И как получить это. Потому что мы все хотим сразу дать, и все хотим получать. Вы понимаете, я немножко потом остановлюсь. Потому что у меня, так сказать, засела одна заноза в сердце. Ох, я потом вам дам всем. Извините, пожалуйста, за это. Ну, вот она меня просто, знаете, как мурый же за слово сказал. И, значит, теперь смотрите. Это преусполит. Теперь благословение. Мы же хотим получать от Бога благословение. А каким образом и как? Псалом 31.3. Что же нам говорит Давид? А он говорит, утешайся Господа. И он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой. И уповай на него. И он совершит. Значит, что он нас просит? Чтобы мы надеялись не на свои силы, не на силы кого-то, а на Господа. И утешайся им. Даже какая бы проблема у тебя не была. Утешайся, Господи. Находись радостью. И что он говорит? И он исполнит желание сердца твоего. Но не прекрасные слова, которые нас воодушевляют, которые нас вдохновляют. Прекрасные слова. Но если мы не читаем Библию, если мы не задумываемся, если мы не анализируем, а как же мы можем знать это? Откуда? Исцеление. Просто я взяла так по разделам чуть-чуть. Извините, может я затягиваю это. Иеремии 32.27. Вот я, Господь Бог, всякой плоти. Мы все плоти, сидим вот тут. Всякой плоти. Если что невозможное для меня. А? Какие слова? Плоти. Если что-то Богу невозможное для вас сделать. А? Все возможно. Все возможно. И исход 23.25.26. Служите Господу Богу вашему. И Он благословит. Думайтесь внимательно. Еще раз читаю. Служите Господу Богу вашему. И Он благословит. Хлеб твой. И воду твою. И обращу от вас все болезни. Вы представляете, какие слова? Но что Он говорит? Служите. А что значит служить? Это. Сегодня, вот, пастор с утра вместе с Аней, с Леной, вернее. С утра здесь уже, короче, извините за грубое слово, корячились, чтобы убрать эту церковь, чтобы убрать туалеты, чтобы все привести в порядок, чтобы вы пришли и посидели. А это не пасторя работа. А почему каждый кто-то из нас не может хотя бы одно воскресенье прийти и здесь убрать? Послужить Богу? Если вы послужите Богу, вы ж получите, вот, что Он говорит, служите Господу. Да я благословлю хлеб твой и воду твою. Нет, у нас суета, простите. Послужите соседу своему, кто рядом с вами и болен. Приведайте его, скажите ему доброе слово. Позвоните кому-то, кто заболел. Кому может быть нужна ваша молитва? Нет, суета. У меня времени нету. Но мне нужно. Так я звоню, всех на ноги подниму, потому что это мне нужно. Вот эти слова. Ну просто изучите их, потому что это очень важно, чтобы вы эти вещи поняли. Если вы не служите никому... А что же вы хотите получить-то, простите меня? А? Ведь вы хотите взять. А чтобы взять, нужно что-то отдать. Протянуть руку не пустую, а щепка. И тогда туда наполнится. До краев, как говорит Бог. До краев наполню. Всем тебя. И это очень важные слова. Теперь хвала и благодарение. А второе, паралипоминон. Очень трудно выговорить. Верьте Господу Богу вашему. И будьте тверды. Верьте пророкам Его. И будет успех вам. Любое дело. Будьте тверды. И верьте Богу. Если написано, что ранами Иисуса я исцелен, значит будешь ты исцелен рано или поздно. Но почему не приходит исцеление? А ты не учишь, почему оно может не приходить. Ты же не приходишь никуда. Ты же не понимаешь значение этого слова. Ты не учишь это. Почему у тебя что-то не получается? Почему у тебя не происходит исцеление? Почему и почему мы можем задать таких вопросов много? А если вы не учите? Как вы можете знать? Так. И еще. Спасение. Это очень важно. Потому что самая основная была задача Иисуса дать нам всем что? Спасение. Ефесянам 2.10 Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисуса на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вы поняли? Бог вас избрал. Дал вам спасение для того, чтобы вы что-то делали. Не пришли, посидели, послушали и ушли. А что-то делали. Он вам дал таланты. Он вам дал способности, чтобы вы их реализовали. Ему нужен ваш плод, чтобы вы что-то принесли в этой жизни. И Псалом 45.2 Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. Запомните вот эти слова. И каждый день провозглашайте в свою жизнь. Это очень важно. Я еще раз повторю. Бог нам прибежище. Когда беда, мы что? Бежим? Звоним пастору, звоним еще кому-то. Слушай, у меня проблема. Понимаешь, мне нужна твоя помощь? Мне нужна твоя молитва. Мне нужна твоя молитва. А получил и забыл. Все. Смотришь, а человека уже и в церкви нет. А он где? Так он же все получил. Зачем ему больше приходить сюда, тратить свое драгоценное время? Для чего? У него все хорошо. Он успешный. У него идет бизнес. И 1 Иоанна 2.8 Потому что, вот запомните тоже эти слова. Потому что тьма приходит. И истинный свет уже светит. Потому что тьма проходит. Это когда вы приходите к Богу. Когда вы принимаете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Ваша тьма начинает уходить. Потому что свет от него освещает вам путь. Освещает вам ваши планы. Освещает вам ваше будущее. И вы должны это понимать. Но если вы не хотите расставаться с прошлым. Если вы дальше продолжаете курить. Потому что вы получаете кайф от этого. Или вы дальше ходите на пикники. Потому что вы кайф от этого получаете. Вы получаете от этого удовольствие. Ну это ваш выбор, дорогие мои. Поэтому тьма опять потихонечку начинает на вас находить. А свет уходить. И тогда вы не видите выхода из создавшейся ситуации. Одно еще хочу вам сказать. Ну поймите меня правильно. Может быть вы все не понимаете до конца. Ваш грех. Если вы уже как бы пришли к Богу. Вы уже его познали. Вы уже что-то поняли. Но держитесь одной рукой за свое прошлое. Вы закрываете своим грехом дорогу своим детям в будущность. Ваш грех не дает им продвигаться по жизни. Ваш грех стоит как стеной препятствием для ваших детей. Поймите вы это. Поймите. Это очень важно. И еще что я хотела вам сказать. Я еще имею пастор Рима. Окей. Что я хотела сказать. Свободно. Позапрошлое воскресенье. Пастор Юра. Перед тем как он проповедь говорил. У меня утром я молилась. Я с ним говорил на эту тему. Я молилась утром. И вы знаете. На меня чего-то такое вот сошло. Вот как диалог. Знаете как бывает с Богом. И вот я себе представила Иисуса. Который говорит это все мне. Он говорит послушай. Ну мне так больно смотреть. Ну мне так больно смотреть на людей. Но я же все им даю. И пасторя дал. И церкви дал. И служения которые в церкви есть. Все для того чтобы они росли. Как они не могут понять что это нужно им. Для того чтобы они стали здесь. Чтобы они могли выдержать. Выстоять. Потому что каждый день тьма сгущается. И трудно будет им в этом мире. Без этих пониманий и знаний. Ну почему. Ну мне так. Знаете. Я вам серьезно говорю. Я просто после этого. Такая была расстроенная. И у меня там такая была тяжесть. На душе. Что я просто. Я пришла и думаю. Я сейчас выйду. И вот это все вам вылью. Вот все вылью прямо в вас. Потому что ну почему вы не хотите понять. Это вам нужно. Ни мне. Ни пасторю. Ни тем кто ведет эти служения. Это же служение для того. Чтобы вы пришли. Чему-то научились. Вот вы сейчас сидите. Все здесь. А Бог что-то делает. Дух Святой сейчас ходит между нами. И что-то прикасается к вам творить в вашей жизни. Что-то творит с вашими внутренностями. Что-то творит с вашим мышлением. С вашими ногами. У кого есть проблемы с ногами. И когда вы приходите на служение. Которое здесь тоже самое у нас в церкви есть. Ведь он тоже же ждет. Чтобы в этот момент использовать это время. И прикоснуться к вам. Что-то сотворить с вами. Ни полезное для вас. А вы игнорируете этим. Вы не пользуетесь этим. А ему больно. Очень больно. Потому что все это для вас. Для каждого сидящего. Он хочет вам помочь. И вы знаете, когда я пришла. Тогда хотела выйти. Это все вам рассказать. Ну, было так поздравление. В общем, времени не было. И возможности не было. Но когда было поклонение. Я рыдала. Потому что вот эта боль. Которая была здесь. Она уходила. И Бог дал мне мир в сердце. Я просто поняла, что я должна сегодня. Вам это сказать. Потому что это важно. То, что мне говорит Бог. Говорит, я говорю. Поймите. Это не нужно пастыть. Он и так, слава Богу, подкован. И слава Богу, он имеет тесный контакт с Богом. Это нужно тем особенно. Которые только пришли к Богу. Только делают первые шаги. Или уже на какой-то степени. Но нарасти нужно. И еще раз скажу вам. Примите решение. Обязательно. Нести какое-то служение. Пускай маленькое. Я не говорю там начать какое-то. Это серьезные вещи. Когда на себя берешь ответственность. Я знаю, что это такое. Взять ответственность на себя. Нести служение. Это очень тяжело. Просто вы меня простите. Вы все знаете, через что я проходила. Но я как пример. Когда я проходила химию. У меня было три дня. Среда, четверг и пятница. Четверг занятия. Я ни одного занятия не пропустила. Ни одного занятия. Я себя заставляла подняться. Начинать штудировать книги. Выбирать материалы. И в четверг выходить на занятия. Почему? А мне Бог давал силу. Когда я погружалась и искала то, что мне нужно. Я забывала, что меня тошнит. Что у меня крошится голова. Что мне плохо. Что я силы не имею. Это мне помогло пройти эту химию. Это было испытание мое. И я благодарна. Потому что я поняла, что с Богом можно пройти даже через это. Через эту трудность. И пастор меня возил в обстоятельство. И он видел, в каком я иногда состоянии туда ехала. Но Бог дал мне силу. Я не сдавалась. Поэтому это для вас. Бог делает все. Чтобы вы не сдавались. Чтобы вы проходили через все испытания, которые будут в вашей жизни. Он хочет этого. Он хочет вам помочь. Он хочет вас поднять. Но все зависит от вас. Насколько вы этого захотите. Я не имею... Вам понимаете, Бог дал много талантов и способностей. И здесь очень много нам нужно помогать. В церкви. Ну почему-то никто не откликается. Я не говорю, что там такие какие-то очень... Там таланты такие сверх-сверх. Музыкальные или еще какие-то. Но обыкновенные. Вот честно вам говорю. У меня даже диски, которые принести в церковь даже сегодня. У меня нет времени сидеть и их подписывать. Ну нету реально времени. У меня диски есть. Копии я сама ищу, кто бы мне сделал. Понимаете, все это я сама стараюсь как-то продвинуть. Но сесть еще и каждый и подписать, ну нет возможности. И помощников как-то их нету. То есть никто не отзывается. Понимаете? Это вроде не тяжелый труд. Но нет желающих. Поэтому просто вот задумайтесь, что вы можете сделать. Пускай маленькое. Начните с маленького. Начните с чуть-чуть. Но вот это начало, оно даст вам что-то большое. Поверьте. Поверьте мне. Все получится. Все у вас будет шикарно. Все у вас будет прекрасно. И поэтому эти все, которые занятия, служения, это все для вас. Это все вам. Богом даны. Еще хочу вам такой прочитать стих, который написала... У нас вот там есть Мария Казанцбая. Она написала стих 4-летия юбилея духовной программы. И посвящается. И для того он нас собрал, чтобы были мы всегда твоими. И чтобы внесли твой светлый мир, надежду, радость, исцеление. Чтобы укрепляли нашу веру, свершая наше спасение. Благодарим тебя, Отец, и славим, за то, что любишь нас и получаешь. Мы слушать слово не устали. Ты нас духовно исцеляешь. И в наших бедах помогаешь. Охраняешь, разумляешь. Слава тебе, наш Отец. Аллилуйя. Аминь. Вот такие прекрасные слова. Ну и тут еще я просто вам две строчки. Это Софийка написала. Правда, поукраец, кто понимает, тот поймет. Аминь. Божьему диву нема давнини. Все это возможно и в наши дни. Хоть и хвалим у Бога, а не себе. Слава живому была и грядет. Аминь. Аминь. Спасибо всем вам большое. Я очень всех вас рада видеть. А Софийке вы даете слово? Да, Софийке. Я, во-первых, всем хочу потихонечку дать слово. Ну, первое, знаете что, давайте я дам Бенни слово. Первое. Давайте Софийку, чтобы вы могли слышать, потому что много шумов. А, окей, хорошо. Софийечка, вы нас слышите? Да, а вы меня? Да. Вы слышите? Прекрасно. Так что мы вам даем слово и очень будем рады слышать вас. Хорошо. Здравствуйте все дорогие слушатели, сестры в Христе. И братья, это для меня такое счастье, что все, что мы слушаем, наконец, я вижу этих всех дорогих людей. Здравствуйте, я люблю вашу церковь. Это было хорошо. Ну, так скажу, например, три-четыре фразы. Как объяснить, почему нашему телу нужен воздух? Просто мы сотворены так с Всевышним, что кислород кормит наш весь организм и специально наш мозг. И если бы мы были только этой физической оболочкой, ну, это одно дело. Но мы, прежде всего, душа. Душа, которая имеет физическое тело. И какая пища для души? Это Божья истина. А где ее познать? Господь все предвидел. Он дал нам Святое Писание. И разные другие институции, как церковь, как радио, как компьютер я слушаю иногда. Но наши занятия, знаете, специальны, потому что я не могу общаться с радиом. Я могу его слушать. Я его слушаю в религиозной радио дома, в машине, и на работе, и на улице возле гаража. Но я не могу общаться, понимаете, не могу задать вопрос. Потому наши классы, наши занятия — это живое общение. То есть мы можем эту тему обговорить и можем эти познания применить потом в жизнь. И вот мы с моей племянницей Катей, все что она сейчас подъедет, очень благодарны Богу за это благословение. И за наши эти занятия. Особенно благодарим и оценим этот величайший труд Ларисы. У нее прекрасные организаторские таланты. И мы такие все разобощенные, мы такие с нашими норовами. И это собрать нас вечером, вместо чтобы смотреть телевизор, мыть посуду или чистить ногти, это надо большущий талант и терпение. И потому мы очень с Катей благодарны. И вот я не буду хвастаться, но закончу так своих несколько предложений тем, что это мой голос такой, познание Божьей истины, такой голос, что я вот потому и слушаю это радио во всех местах. И пишу. Почему? Вот за два года. Это все наши занятия. Эти все эти дровки списаны. И я вам покажу, возможно, там будет видно, может нет. Я их иллюстрирую. Потому что каждое слово, я художник, и мне надо это видеть. И если это я нарисую, вот Лариса говорит, «Вы на цепи этого непрощения». И когда я открываю, вы знаете, надо это все прочитать, чтобы найти это местописание, что мне нужно для жизни. Я открываю, а здесь это нога. И я сразу знаю, где и что мне найти. Например, вот «Христос адвокат». И так почти каждая страница у меня идет иллюстрация. Почему? Потому что это помогает мне визуально. И темы здесь написаны на разных языках. Если я попадаю, например, на Флориду, в свою украинскую церковь, значит, оно на украинском языке. Если вот это все радио, это все на английском, это 80% на английском языке. Ну и пришлось мне изучить лучший русский. Я дома его не употребляла. И, ну, как в школе выучила. И даже первый раз, когда Лариса попросила ее заменить, мне было очень сложно этот русский язык применить, ну, чтобы выразить свою тему. Это очень сложно. Но благодаря нашим общениям и занятиям вы вот меня уже понимаете, правда? Правда. Что мне дало вот это познание истины? Что мне дало? Вы знаете, вроде бы, то же тело, те же морщины с каждым годом, другие немножко больше. Но это все не волнует, потому что я получила свободу. Независимость от этих физических обстоятельств. Это помогает мне на работе. Быть всегда счастливой в этих ужасных условиях, что я работаю. Работаю в очень холодном цехе. Зимой бывает иногда 10 градусов всего тепла. Я долблю камень. Вот сейчас создала несколько вещей на выставку. Вот. И рисовала когда-то. Не знаю, может быть, видно вам? Картины вон висят. Видно, видно. Темно. Понимаете, я сюда приехала этим художником. Я не смогла работать художником. Я не смогла рисовать. Мне здесь закрылась душа, потому что Америка – это бизнес-краина. Страна, извините. Бизнес. И мне пришлось идти в бизнесовую школу и учить бизнес, открыть свой бизнес. А рисовать я не могла. Я спрашивала психологов, я спрашивала священников. И я как замкнута душа была вот 20 лет. Зачем я 10 лет учила, что я замкнута душа? И вот когда я начала это все изучать, Божью истину, эта свобода начала немножечко открывать мне глаза, что это зависимость от общества, от мнения, от моды. Ну, назовите что-нибудь. Но всегда от чего-то зависимой. И когда я получила эту свободу, понимаете, смотрите, эта косточка из овцы – уже предмет искусства. Вот я сейчас рисовала перед тем, как вы посмотрели. Понимаете, вот такая свобода видеть красоту во всем. И это все, ну, одна секундочка. Вот, занимаюсь, да, смотрите. Это такое коричневое страшное дело было. Я его сделала каким приятным. Я не знаю сколько, но понимаете, это, чтобы увидеть красоту, надо иметь свободу. Это любовь к миру. Любовь к этому граниту, к этому страшному цеху. Этим людям таким беззубым, но таким сердечным. Как я могла их полюбить, если я приехала на таких каблуках, со Львова, понимаете, чуть ли не доктор наук, я писала диссертацию, а мне пришлось опуститься вот такой, такой низ, такой глуп, что иногда в этом всякий дырка вместо туалета. Я не хочу это критиковать. Это для того, чтобы вы поняли, если получаешь эту свободу, эту радость, тогда жизнь другая, почти нет земного тяжения, понимаете? Я буду закругляться, если, Ларисечка, вы разрешите маленький стишок. Я очень рада вас видеть. Я просто смотрела на вас и улыбалась. И вот Катечка уже пришла, вот Катечка моя пришла, вот это моя племянничка даже. Вот она, она нам помогает, она записывает эти все сиди наших служб, она включала, выключала. Так что вот она моя помощница, благодаря этому всему учению, Боже и Симон, она тоже у меня меняется, золотой человек делает. Да. Вот последний мой стишок маленький, такой немножко абстрактный. «Я сожью себе платье, и я построю дом, я научусь летать». Но все это потом. Друзьям и родным я так говорила годами. И я верила в то, но они уже больше не ждали. Голова посидела, я все говорила. Пока что для этого дела только иглу и лопату купила. Но Господь мой, любящий папа, сказал, «Не хочу, чтобы ты жила под лопатой и иглу одевала». Научись-ка жить сначала, научись любить сначала, научись прощать сначала. Разве этого мама? Читай мое слово, чтобы измениться, начни все сначала, чтобы сердцем родиться. Получишь свободу и полетишь. И в одежде не будешь нуждаться, и поймешь, тет файдом, с суетой перестанешь сражаться. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Я еще хочу сказать, вот видите этот букет. Это я сегодня просто была, знаете, удивлена. Вдруг открывается, звонит дверь, я открываю с букетом. Я ничего не поняла. Спрашивает кого он, говорит, не знаю. Я достаю оттуда бумажку, ничего не могу понять. Написано только поздравляем с юбилеем четвертой годовщины. Я так начала анализировать, кто же мог до такого только додуматься. Вот вам, пожалуйста, только нужно сказать им огромное спасибо. Это Вермонт. Это с Вермонта прислали и попросили принести всем вам показать, насколько они всех нас любят. и благодаря, что когда-то они, может быть, и приедут к нам. Будем рады. Вот поэтому спасибо вам всем огромное. Катюша, тебе спасибо за помощь, за все диски, за то, что ты записываешь все это. Вот всем низкий поклон вам, мои дорогие. Спасибо вам за помощь. Ну, можете участвовать. Спасибо. Все, все во имя Божье. Если вы хотите, я могу вас не выключать, вы можете быть с вами. Будете с нами? А что у вас будет? Дальше. У нас же еще будет. У нас будет все хорошо. Дальше вы можете включать. Конечно. Так, я хочу просто еще отдать слово Беллочке, так как она у нас самая первая, которая выходила. Вот сейчас увидите Беллочку. Вот она, вот она идет. Вот Софийка, видите Беллочку? Нет, но мы не видят. Не видите Беллу? Нет. Ну, я видела, как шла. Окей. Дорогие друзья, я хочу поделиться своими впечатлениями о нашем Белл Ставе. Вот Лариса очень хорошо сказала, мы обсуждаем очень актуальные темы. Вот. И Господь дал Ларисе помазание, слава Богу, за это. Обсуждаем очень глубоко, подробно. Каждую тему, например, почему возникают конфликты у верующих людей. почему, и как надо прощать друг друга, и как научиться прощать. Это все очень важно. И когда мы задаем вопросы, Лариса отвечает на них с терпением, слава Богу, за это. То есть мы растем духовно, друзья, и очень растем. И я имею очень большое благословение. Вот. И присоединяйтесь к нам, будем очень рады. И даже кто не выходит в эфир по какой-то причине, мы уже друг друга все знаем по голосам. Мы начинаем молиться друг за друга, беспокоимся друг о друге. То есть это не только духовная пища, это молитвенная поддержка. Так что присоединяйтесь. Пусть Вас Господь Бог славит. Ну тут еще у нас есть люди, кто еще хочет высказаться, кто хочет еще сказать. Милочка, где там наша Мила сидит? Давай. Давай, Мила. И ну скажите каждые два слова, потому что ну что-то же вы получаете с наших занятий. Чего вы стесняетесь? Выходите, для кого-то это может быть откровением. Может быть подбодрите кого-то еще. Здравствуйте, мои дорогие. Я еще хочу сказать, знаете, очень важную вещь, что мы можем родиться в верующей семье, где мама и папа изначально знали Господа и воспитывали нас уже в духовном, таком, знаете, важном направлении этого ребенка. Но духовное познание, движение, оно не бывает чрезмерно. И не только для начинающих, но тем более для тех, которые и пять, и десять, и двадцать лет с Богом, и сто лет, им всем нужно вот это обновление Божьей. Поэтому вот эти занятия, они нужны как хлеб, как воздух, как то, из чего мы не можем обойтись. Все наши земные проблемы решаются в духовном плане при помощи Целого Божьего. Это важная часть нашей жизни. Поэтому я всех призываю подключаться к этому служению, обновляться, расти и находиться в постоянном движении. В движении есть жизнь. Аминь? Аминь. Спасибо. Спасибо большое. Лариса, это мой друг, живет давно, живет пастор, все мы друзья давно. Я как услышала эти уроки первые, о семье, о молодой семье, думаю, как они бы мне помогли, как они бы мне помогли в начале моей жизни, в начале моей учебы, молодой жизни. Так что я уже говорила всем в этом зале, молодым, но меняется наша публика, я советую не только молодым, а и 30 лет, 40, и даже 50, будем учить своих невесток, своих детей, вот, бабы, мальчиков, девочек. Обязательно слушайте первую, начинайте, когда вы делаете первое учение, потому что у нас молодая у них родит, многописательно, и бабы молодые, и бабушки тоже. Молодые старые, да. Слушайте, если вы ученые, слушайте, я вас не хочу. Спасибо. Спасибо, Аллочка. Спасибо. Софийечка, привет тебя тут еще передают тоже многие наши. Ты просто нас не видишь. Ярочка, что там могу. Ярочка, Здравствуйте, церковь. Я хотела сказать о тех лариственной классах. Когда я только начала приходить и пришла к Богу, я знала, что я хочу как бы делать все, что мне нужно делать. И с тех лариственной классы по четвергам 9-30. 7-30, меняется так. 9-30. 9. Я должна все закислить в тот памятник. Мне очень больше нравится. Не все имеют, я могу сказать, талант, что как бы люди могут говорить, но я не знаю, как русски говорить, но будет лить настоящий скилл есть. она умеет правильно, аккуратненько, детально, с правильным тоном объяснять, рассказывать. И так, что не просто как бы ты понимаешь, конечно, ты понимаешь, как бы любого человека можешь понять, но оно прикасается, я неправильно говорю, прикасывается к своему сердцу. И очень, очень интересно, очень позитивно. И могу сказать, что по четвергам вечером, когда я это слушаю, лучше спать, просыпать за пятницу, утром, как бы выходные приходят. It's very inspiring. It's great. Thank you. Thank you so much. Кто-то еще хочет высказаться? У кого-то еще есть желание? Ну, тут же много еще наших есть. Здравствуйте, дорогая церковь. Я наша тоже. Я представитель церкви New Life, и вы все наши. И я хочу от лица всех наших, дитя Ларис, поздравить ваше служение, поздравить вас. Четыре года пастор сказал правильно, это не так много, но это так много, это очень много. Четыре года постоянства, постоянного труда, постоянного ломания себя. Я знаю, что такое служение. Я взяла маленькое, но мне иногда приходится так себя наклонить, чтобы это сделать. Поэтому, дитя Лариса, вы делаете огромную работу. Огромную работу. И вам спасибо огромное. Такое же, вот какую работу вы проводите. Пусть Бог благославляет вас и вашу семью. Мы поздравляем всей нашей дружной церковью. Мы тоже ваши. Хоть мы не всегда слушаем по телефону ваше служение, но поверьте, мы душой ваши. Мы вас поздравляем. Будьте благословенны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все, кто ходит, выходит на это. Все, кто выходит, поднимайтесь все сюда. Только быстренько, потому что время не будем задерживать. Сейчас все выходят. Сейчас все поднимутся. Быстро, 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 быстро. Лиза, 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 Ина, Крыл, Белла, Лариса, Зоя, Сима. Выходите, выходите все, выходите. Не стесняйтесь. Аня. Выходите все. А Света не выходит от Света. В следующий год выходили подарки. Ну, а Света тоже выходит, только редко. Выключайте. Не, вы, вы, вы директор. Выходите, все выходите. Вермонт вышлют подарки. Так, фотографируйте, можно? Да, хорошо. Хорошо. Так, поэтому вот, это символический подарок. Потому что я уже говорила о том, что многие сидят и не записывают. Вот это символический подарок, то, что мне Бог положил на сердце. Дать вам такие книжечки, сразу же с ручечками, и такие, что в сумочку входят. Поэтому вы их не будете забывать. Поэтому, держите. А мне где? Мы вам с Катюшей пришлем. Давайте. Давайте. Пожалуйста. Хорошо. Мы всем вам вручаем. Мои дорогие. Отпишите мне адрес, завтра вера вышла. Хорошо. Лисочка имеет. Так, а уже все. Все. Это еще. Мы приедем на лыжи в Лермонт. Хорошо, давайте я стану ближе сюда. Подойдите. Ты тоже женщину передал. Иди сюда. Я иду с ним. Давайте. Пошли себе. Вот так сидите. Точно. А, что то они. У вас сегодня выняли, у нас нас в глазах. А здесь сидели и проросли. Давай. Давай. Пастор, разбавьте эту женскую синагогу. Вы же благословляли его. Всем большое спасибо. И вам всем огромное спасибо, что вы послушали сегодня нас. Спасибо большое. Поздравляем Лариса, поздравляем всех, кто участвует. И знаете, я думаю, что мудрости много не бывает. Давайте мы помолимся за Ларису. Господи, я благодарю Тебя, мой Бог, по имя Иисуса Христа, за этого верного служителя, за этого человека, который платит цену, для того, чтобы поднимать людей, для того, чтобы давать им мудрость от Тебя. Я прошу Тебя, Господь, еще больше вдохновляй ее, еще больше открывайся ей так, как Ты еще никогда не открывался. И я благодарю Тебя, мой Бог, по имя Иисуса Христа, что Ты поможешь ей поднять это огромное движение женщин, которые будут выходить на эти телефонные, не только радио, но и диалоги, Господь. И я прошу Тебя, мой Бог, укрепляй ее. И пускай она еще больше принесет плода для Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В понедельник будет занятие на 7 часов. А можно я еще скажу? Нет, все, все, хватит. Все, хватит. Надо найти редактора, чтобы напечатали все ее. Мы не ищем, но не можем найти редактора. Лариса, скажите. Хорошо. Еще у нас есть один гость, который приехал к нам. Он часто к нам приезжает, но редко попадает на воскресенье. Это пастор Анатолий, директор центра Чибы в Олгой Стрит по работе. Посмотрите, посмотрите, может, поприветствуйте, может, что-то скажете пару слов. Это пастор Анатолий. А мне нужно, что в шортах? Ну, уже будете в шортах. Здравствуйте. Остановим? Мне нужно сказать. Если сказать, а как со временем? Ну, немного. Немного. Хорошо. Библия у всех есть? У всех. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожеваете, простите, и будет вам. Чтобы легче понять это местописание, я расскажу, почему я опоздал. Очень коротко. Мы искали дом, ну, едем, знаете, когда четверо человек, которые ничего не знают. Первый, который три дня только в Америке, второй, там, неделю. Я в Нью-Йорке вообще всегда теряюсь, потому что сейчас уже в деревне живу. И, ну, мы друг другу советуем, говорим, общаемся, и заворачиваем налево. Полицейский нас останавливает. Один достает права расистки. Он говорит, откуда я знаю, это может быть вообще, ну, фейк. И мы тут же начинаем, вот, кто не прав, тот не прав, тот не прав. Вот так очень часто бывает в нашей жизни, когда мы приходим в Царство Божие. Мы приходим к Богу со своим пониманием. И написано в Библии, почему очень часто в нашей жизни ничего не получается. Почему мы просим и не получаем. Потом, почему у нас семьи разбиты. Почему у нас нет работы нормальной. Почему вообще очень многие вещи в нашей жизни не работают. Вот вроде смотришь, слушай, ну, ты же не можешь фрать, если ты Бог. Ты написал это в своем слове. А почему-то в моей жизни ничего такого не происходит. И не происходит по одной простой причине. Знаете, я помню, когда я приехал в Америку только-только, мне сразу научили. Так, надо SSI, Welford, то, все, бам-бам-бам, вот так обойти, так обойти, так обойти. И я помню свой, ну, я очень редко об этом говорю, мои родственники, знаете, бесплатные есть такие. Они говорят, вот у нас семья большая, надо ходить на бесплатные. Я раз сходил туда, второй раз сходил туда. А потом задал крамольный вопрос. Я спросил, а нельзя просто на работу устроиться и получать зарплату? Не халяву, а честно жить. Я всю жизнь мечтал, знаете, в моей жизни многие знают, я 10 лет употреблял наркотики. И когда я пришел ко Христу, я увидел, оказывается, можно жить честно. Вот так вот.